Больничные листы контактом первого уровня с COVID-19 теперь могут оформлять не только представители санитарно-эпидемиологической службы, но и терапевты. Это определено постановлением Совета Министров номер 705 от 7 декабря. Теперь факт наличия контакта у гражданина и его уровень может установить группа мониторинга клиники во время посещения места жительства или пребывания пациента с COVID-19. Сегодня в Гомеле действует 39 контактных бригад, в которые входят терапевты, фельдшеры и медсестры. Ежедневно в Гомеле проводятся рейды для предотвращения несчастных случаев на водоемах. Представители освод говорят, что около половины людей, выходящих на лед, теперь носят спасательную одежду. Остальные все еще надеются на удачу и порой даже не знают, как себя вести в воде. Только за последнюю неделю в Беларуси утонули 9 человек, один из них несовершеннолетний. Скоро начнутся школьные каникулы, поэтому в это время у гомельских водоемов постоянно будут дежурить взрослые. Гослесохрана перешла на усиленный режим работы. На дорогах страны будет выставлено около 300 постов для борьбы с незаконной вырубкой новогодних елок. Минлесхоз закупил более тысячи фотоловушек. Хамеры работают онлайн, мгновенно передают изображения на смартфон. Стоит помнить, что физическим лицам грозит штраф в размере до 50 базовых величин. Елки, купленные на базаре или в лесном хозяйстве, обойдутся гораздо дешевле. Мобильное приложение для изучения белорусского языка, системы умного дома и биоразлагаемая посуда. В ГГТУ имени Сухого прошел региональный этап молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Молодые новаторы и изобретатели представили более 20 разработок и идей. Члены жюри отмечают, что качество проектов, представляемых на 100 идей для Беларуси, с каждым годом растет. Молодые люди хорошо видят перспективное направление в будущем и готовы решать общие проблемы в настоящем. Лучшие проекты регионального этапа «100 идей для Беларуси» отправятся на республиканский конкурс.